Летом омичи смогут проехать на общественном транспорте всего за 1 рубль, в том случае, если это будет вторая поездка в течение получаса. За первую поездку надо будет заплатить 21 рубль. Ну а к осени в Омске должна измениться маршрутная сеть. Ее разработкой займутся эксперты из Санкт-Петербурга за 2 миллиона рублей. Обещают, пробок в городе должно стать меньше, а пока на этой неделе движение в Омске вновь было парализовано. Причем добраться до работы или домой на личном транспорте можно было ничуть не быстрее, чем на общественном. Моя коллега Светлана Иловнарова провела эксперимент. По статистике, около двух лет своей жизни человек тратит стоя в заторах. Мы пытаемся и пораньше выехать, и найти объездные пути, лишь бы не попасть в пробку. Но все равно дорога домой или на работу затягивается на 40 минут, а то и на час или полтора. Особенно, когда нужно ехать через весь город в час пик. Мы решили проверить, какой вид транспорта быстрее всего доставит пассажира от 25-й линии, здесь я работаю, до железнодорожного вокзала. Там живу. Преодолеем этот маршрут на трамвай, личном автомобиле и маршрутной газели. Оценим комфортность, время, проведенное в пути и стоимость. Поехали! Начнем с железнодорожного транспорта. С этой остановки до железнодорожного вокзала идет трамвай номер 9. В принципе, единственный трамвай на этой остановке. Нам повезло, и он приехал очень быстро. Запускаем секундомер. За проездом около 22 рублей, а трамвайчик у него довольно старый, то есть у него тут шавчину видно, сиденья деревянные. Ну, и скажу, что очень удобные. Очень часто. Очень часто? А почему это? Вон они маршрутные газели или там, не знаю. Будем с лоджем без навигатору. Едем мы сейчас в скоростью примерно 10 км в час. На реки соучаска прались еще медленнее. Сейчас прошло 10 минут, вот, мы добрались только до седьмой линии. На своем автомобиле за это же время я добралась до улицы Пушуково. Люблюсь лично, лично машина в том, что думаешь, выбрать мой маршрут и объезжать любые пробки проуголками. Единственное, что подвеску, черный мальчики, вот машин садели. Вот встала в пробку на Масленниково, машины стоят в три ряда, где видно просто все. Ну, слава богу, хотя бы в тепле и очень комфортно. Встретили в обещании, но нужно сбраться в пробке на Маркс. Ну, хотя газелисты, в принципе, могут иногда и протиснуться, обогнать всех, но нарушают правила. Быстро, поэтому я езжу на газелях и на автобусах. Мне время нужно. На тайминге 20 минут, и мы уже подбежаем. Оп! Все! Добрались до ЖД вокзала за 22 минуты. В принципе, хороший результат. В пробках практически не стояли, а маршрутка доезжала уже полупустая. Вот, железнодорожный наш пояж закончен. На это мы потратили. Потратили 37 минут. Наконец-то добралась до вокзала, и на это мне потребовалось 38 минут. Быстрее всего добраться даже до вокзала удалось на маршрутной газели. Да, вид транспорта не самый комфортный, но, как оказалось, один из дешевых. За 9 километров пути я заплатила 25 рублей. На трамвае за то же расстояние отдала 22 рубля. А вот на машине, расход которой 12 литров дизельного топлива на 100 километров, заплатила аж 43. Но, конечно, какой вид транспорта выбрать, решать самим у мяча. Светлана Еловнарова, Константин Демиденко и Артак Мурадян. Омск. Здесь.